Отлично. Так, доброе утро всем. Я вот хотела бы поднять стаканчик кофе за тех всех, кто предпочел операционные системы хорошему сну. И сегодня мы действительно говорим про безопасные операционные системы, и в этот момент хочется вообще архитектурные аспекты, и хочется поднять такую интересную на самом деле тему про соотношение архитектурных аспектов безопасности с неархитектурными. Мы говорим даже не про наложенные средства, типа антивируса, а мы говорим про бинарные митигации, то есть то, что делается внутри операционной системы, не в дизайне для того, чтобы митигировать бинарные атаки. Если слова бинарной митигации вы пока не понимаете, я покажу пример, возможно, станет яснее, потому что я понимаю, что здесь, конечно, системщики. И я сама системщик на самом деле, то есть безопасностью я начала заниматься всего той года, как пришла в Касперский ОС, ну то есть вы понимаете, я пришла в безопасную операционную систему, в компанию, которая занимается кибербезопасностью, и когда у меня был выбор, чем заниматься, я решила, что я буду заниматься безопасностью в безопасной операционной системе в кибербезопасной компании. А именно делать хардеринги, вот эти самые бинарные митигации. И сегодня доклад у нас будет состоять из трех частей. Первая часть, она такая субъективная, честно. То есть здесь я расскажу о том, почему вообще требуется такое количество большое хардерингов, почему вообще сложно так сделать безопасность, даже с доверенными средами разработки и всем таким, внутри небезопасной такой обычной, скажем так, операционной системы, чем они отличаются. Покажу несколько базовых хардерингов Касперский ОС. То есть как они применяются, как они раскрываются и вообще насколько их нужно делать, честно говоря. И в конце это такая объективная часть, потому что сложно быть необъективным, потому что просто уже сделано и работает. А в конце с суперхардингом просто покажу вам вкус, какую на самом деле, как можно хардерить ту систему, которая на самом деле изначально спроектирована с учетом безопасности. Итак, глава первая, например, Лизонского балета, почему Linux вообще сложно быть безопасным. Субъективная часть, еще раз подчеркиваю. Первая история, которая возникает, когда мы думаем про Linux. Мы можем назвать его монолитом, можно назвать гибридом, но точно он никогда не является микроядром. Мы все помним эту классную дискуссию между Таненбаумом и Линусом Торвальдсом, хотя многие из вас еще были не рождены в тот момент, но все эту дискуссию наверняка читали. Так вот, понятно, что Linux с его 35 миллионами строками кода на микроядро тоже никогда не тянет. И эти 35 миллионов строчек кода, окей, они, может быть, меньше, в зависимости от конфигурации, от того, какая платформа, от того, какие драйвера включены, выключены, опции и все такое. Но самая большая проблема не в том, что этот код есть, хотя я бы платила людям за то, чтобы они код выпиливали, вместо того, чтобы они его добавляли. То каждая из этих строчек, она потенциально содержит баг. Каждый баг — это потенциальная уязвимость. И все еще не так страшно. Но проблема ведь в том, что это TCB, Trusted Confusing Base, то есть это все, что работает на базе Linux, любое приложение сверху этого, оно обязано доверять этим 35 миллионам строчкам кода. Ужас. Но кроме этого ужасного ужаса, вот есть такой прекрасный слайд, проанализировал Паша Скрипки, он здесь присутствует у нас, какие были уязвимости CVE-хи сначала жизни Linux наблюдаемой, разделил по категориям. Видите, там сколько в драйверах, оказывается. 37% уязвимости было в драйверах. Что такое драйвера? То есть получается, что в 35 миллионах строчек кода, там еще есть какая-то куча кода, написанного людьми, которые работают не у нас, чьи стандарты мы не очень понимаем, отношение к качеству разработки мы тоже не очень понимаем, железок для того, чтобы проверить. У нас все это нет, и все это в кодовой базе. Сколько бывает уязвимостей, что что-нибудь фазит-фазит, нам вышли какой-нибудь редкий драйвер, который там вот содержит какой-нибудь out-of-bound. В общем, неприятненько. Но это еще не все. В Linux в этих 35 миллионах строчек кода с этими непонятными драйверами есть еще секреты, потому что это же не микроядро. В нем, значит, есть секреты, и секретов вообще-то, ну, я некоторое привела, спасибо Максу, вот, но их вообще-то сильно больше, да, и все это хозяйство как-то выглядит уже не так, чтобы очень безопасно само по себе. Поэтому нужно много харденить. Вот здесь перерисовка очень знаменитой Linux Kernel Defense Map, сделанной Александром Поповым. Автор, по-моему, у нас где-то в задних рейдах должен стоять, вон он там машет. Я, естественно, привела еще, что у нас есть правильная отрисовка его слайдов не в корпоративном стиле, а как в оригинале. Там долго-долго-долго-долго листать, да? Александр, сколько у тебя здесь харденников представлено? Я не нашла описание. Мне кажется, там даже за сотню даже, наверное, есть. За сотню, да. Ну, то есть сколько нужно сделать в Linux для того, чтобы он был безопасным? Окей, может быть, это вот просто люди, знаете, люди же, системщики любят писать софт, да? Там и системный софт, и безопасность, пересечение системщины, это вообще такое сладкое для мозга штука. Очень хочется сделать все безопасно и системно. Может быть, они просто не нужны, да? Но тут вот подходит нам теоретическая основа. Есть такой дядечка Тренджаггер. Это университетский профессор, да? И у него есть книжка, с которой, наверное, нужно было бы начинать вообще эту всю сегодняшнюю конференцию. Secure Operating System. Безопасные операционные системы. И, собственно, он формулирует критерии, по которым система является или не является безопасна. Он говорит о том, что, конечно, должен быть референс-монитор, то есть контролирующие доступы. Должен этот монитор быть неизменяем. Темпер-пруфинг, должен он все медитировать, медиировать, короче, все перехватывать, да, все доступы, все проверять. И при этом этот, конечно же, все должно проверяться, да, то есть должна быть возможной, в принципе, верификация всего этого хозяйства. Что же говорит наш прекрасный дядечка Тренджаггер про Linux? Говорит он, что он говорит даже не просто про какой-нибудь, не знаю, базовый Linux, он говорит про вполне себе Linux со всякими security-дополнениями. Что даже если у вас есть LSM, который у нас security-монитор, референс, из-за сложности просто самого по себе Linux, из-за того, какая у него большая кодовая база, из-за того, что он, референс-монитор, не может все защитить, Linux не является безопасной операционной системой по Тренджаггер. Хорошо, что у никого помидоров с собой нет, да, а то же здесь большое количество людей, которые от Linux. Роман довольно улыбается. Так, но это, конечно, не только интересно мнение людей из Теои. Есть люди из индустрии. Есть такой прекрасный товарищ, я, честно говоря, не видела его ни разу вживую, MyDeadance, наверное, он называется, разработчик Huix. И у него очень классные качественные гайды и анализы. И он приводит огромнейший гайд про то, как правильно харденит Linux. И начинает он его словами. Linux — это небезопасная операционная система. Но вы можете улучшить ее. И дальше следует бесконечное количество экранов, описание того, какие опции, где нужно поставить, и что вам за это будет. Ну, правда, иногда будут потея производительностью, но, как сказал предыдущий оратор, да, производительность — ничто, если у нас есть безопасность. Вот. Так, вопрос. Окей, у нас есть Linux. Linux у нас уже, мы знаем, что он достаточно безопасный. К нему нужно много митигаций применять. Как-то его нужно улучшать. А если у нас есть безопасная операционная система, нужно ли ее дополнительно улучшать? И сейчас я расскажу, как будут выглядеть такие традиционные бинарные митигации в Касперске ОС. То есть тут слайд, который мы на самом деле носим с конференции на конференцию, просто хорошо нарисован, вы же понимаете, у всех такие есть слайды, которые вы просто любите. Вот. Здесь что хорошо видно? Что Касперске ОС — это микроядро, это прям реально микроядро, то есть все драйвера на юзерспейсе. И то, что монитор безопасности, он проверяет все IPC, все взаимодействия, и этот монитор безопасности сгенерирован, сгенерирован, я подчеркиваю, да, из политик, который написан и реализует цели безопасности. Так вот, чем это оказывается безопасно by design? Рассмотрим. Ну, то есть, во-первых, у нас микроядро, это означает, что вот сторонний код этот весь драйвера, он находится вне ядра, ура, нам уже не нужна половина митигации, потому что просто мы уже неуязвимы к этим всем плохо написанным китайским драйверам. У нас сокращенное TCB, да, и сокращенное TCB означает, что у нас просто, я сейчас покажу, что оно, например, значит, меньше робчейны, но еще оно означает, что секреты вообще у нас в ED не находятся. Ну, то есть не то, что, конечно, мы готовы open-source, но я надеюсь, когда-нибудь мы за-open-source-имся. Но секретов, как таковых, пользовательских, у нас нет. Они находятся в каких-то процессах, в отдельных изолированных процессах, а вы сами понимаете, из процесса, который плохой, скомпрометированный, прочитать ядро, куда-то проще, чем прочитать отдельное адресное пространство. При этом у нас есть контроль за аргументами, потому что вот этот монитор безопасности, он проверяет все по типам. У нас есть ограничение поверхности атаки, потому что этот монитор безопасности, он плюс ко всему тупо не дает доступа для многих сущностей к многим другим сущностям. И этот монитор безопасности, который генерируем, он же и проверяемый. Итак, как выглядят традиционные… Сейчас любят говорить про традиционные ценности. Я решила, что вот медведь с балалайкой хорошо отвечает традиционным бинарным митигациям. Рассмотрим такие самые традиционные, которые ни в коем случае не оскорбляют ваше внимание. Начнем мы на самом деле с ASLR. Что такое ASLR? ASLR — это рандомизация адресного пространства. То есть очень многие атаки начинаются с того, что вы знаете, где в адресном пространстве и адресном процессе что-нибудь находится. Отходя из этого, вы можете через какой-нибудь сайт-ченнел что-нибудь прочитать, построить какую-нибудь цепочечку, сделать какой-нибудь вызов на нужную функцию, что-нибудь еще сделать. Когда у вас происходит рандомизация, вам это сделать, естественно, сложнее. Рандомизация, да и срок, кстати, на самом деле оказывается очень многоликой. Мы тут спойли с коллегой, все ли из этого списка можно относить к ASLR. Наверное, не все, но я сейчас это расскажу. Это тоже прям интересненько-интересненько. Лично для меня, надеюсь, вы выдержите это. Потому что, во-первых, базовая ASLR предполагает рандомизацию размещения исходного исполняемого кода. Ну, то есть, чтобы просто нельзя было подсказать, где какая функция находится. Зачем это нужно? Ну, для того, чтобы не позвать какую-нибудь функцию, которая там не проскипать ее, никак не промодифицировать, если была бы такая возможность. Рандомизация стеков. Ну, тоже понятно, зачем полезно и все такое. А дальше начинается чуть хитрее. Рандомизация кучи, да? То есть, хип сам по себе. Сейчас же самые популярные атаки все почти начинаются с хип-спрея. То есть, что-нибудь в хипе заспреить. Если у вас в куче вообще непонятно, где какой элемент, когда выделится, ну, то есть, вы уже чуть-чуть на период вышли. Можно рандомизировать все сегменты программ. И последнее, вот в Вишенка на Торсе, это была жесткая тема дискуссии. Рандомизация элементов внутри структуры. Является ли она или нет ASLR-ом? Ну, вы, наверное, видели в LLVM такую опцию, да? Что можно рандомизировать порядок полей в структуре. Кто видел такую опцию? О, 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 несколько человек. В общем, рассказывает это странно звучит, но есть специальная опция, которая меняет местами поля в структуре. Да, зачем это нужно? Для того, чтобы злоумышленник даже по относительным модель сам не мог атаковать, потому что он просто не знал бы, где данные, где указатель, callback или что-то. Ой, она немножко листается. Вот, так вот, чем очень классен ASLR? ASLR в базовых, по крайней мере, вариантах, это размещение, рандомизация исполняемого кода, сегментов данных, он вносит почти нулевой performance overhead. То есть у вас ничего не замедляется. Вы улучшаете безопасность и не теряете перформанса. Ну, то есть, мне кажется, win-win, хотя, конечно, делать это оказалось не так просто, честно говоря. И в этот момент, что у нас в KSLR с микроядром? Нужен или не нужен? Смотрите, есть атаки, от которых защищает KSLR. Во-первых, это всякие arbitrary code execution, вот через построение всяких цепочек атак, и утечка данных. Но самое смешное, что в микроеде на самом деле, кажется, ASLR меньше нужен, потому что у нас просто меньше гаджетов и еще у нас меньше секретов, как было и сказано. Что означает меньше гаджетов? Мы тут посчитали, ну, то есть, получается, что гаджетов в Касперский ОС просто из-за того, что кода меньше, сильно меньше, чем в Линуксе. Это, конечно, ни о чем не говорит, как таковое, да, потому что, ну, сколько нужно гаджетов для того, чтобы прорубиться? Кто здесь секьюрити и сетчер, кроме Александра? Сколько у вас минимальное количество гаджетов, которое вам требуется, чтобы получить полное исполнение над кодом? Кто-нибудь скажет один? Ну, ладно, никто не скажет. Ну, в общем, в целом, чем меньше гаджетов, тем получается у вас лучше безопасность. Ну, предположительно. Вот. Но, тем не менее, ASLR мы сделали. И тут, кстати, получается еще такая интересная история. В Линуксе, когда мы говорим про ASLR просто размещения кода и всяких буферов, у вас не очень сильно рандомизируется положение в адресном пространстве. Почему? Потому что ядро здоровое, 35 миллионов строчек кода, адресного пространства там 2-3 гигабайта, и все это просто перефигачивать очень сложно. Поэтому все буфера в основном дрожат. То есть они дрожат в пределах 2 мегабайт. А у нас маленькое ядро, драйверов нет. Это означает что? Что мы гуляем буферами по всему адресному пространству и наслаждаемся полной безграничной свободой. Вот. То есть таким образом получается KSLR мы используем, потому что перформанс overhead маленький, поэтому у нас получается KSLR может быть более строгий, чем в Linux, а угрозы, даже если взломают SLR, а вы знаете, что любую бинарную митигацию рано или поздно отходят, на самом деле меньше смогут выцепить. Следующая история. Это прям прекрасная тема про канарейчику. Ну то есть название канарейки для системщиков, это не для безопасников, поясню, идет от того момента, когда в шахту спускались шахтеры, неся в своей клеточке маленькую желтенькую птичку. Вот. Птичка умирала от угарного газа раньше, чем люди, и поэтому знали, что пока канарейка жива, людям там тоже безопасно находиться. Канарейки на стеке примерно такие же цели преследуют. То есть очень самые базовые такие атаки начинают с того, что давайте мы что-нибудь перезапишем на стеке, через что? Да просто какой-нибудь, кто-нибудь из программистов использовал star CPI вместо star CPI. И вот у нас пошло переполнение, что-нибудь записали на стеке, изменили адрес возврата, вернулись не в то место, но перезаписали заодно и канарейку. И если оказывается, что канарейка, вот это случайное значение, может произойти обнормальное завершение программы. То есть таким образом канарейка, она как минимум сокращает вот это распространение атаки через завершение задачи или там фреда зависимости или даже система зависимости от настроек. Так вот, канарейка считается базовой прям такой митигацией. На самом деле, когда мы стали разбираться, как делать канарейку в Касперске ОС, выяснилось, что даже эта базовая митигация, она тоже многолика. Это было прям такое на самом деле открытие. Может быть, мы когда-нибудь напишем об этом статью или расскажем на конференциях о том, как даже самая простая канарейка оказывается настолько объемной. Кажется, маленькая птичка, сколько в нее может вместиться, а вот вмещается. Так вот, с канарейкой какие на нее обычно идут атаки на эту маленькую птичку? Во-первых, мы можем перезаписать оригинальное значение. И тогда, мы записали, например, 0, и каждый раз, когда функция вызывается, на стать кладется 0. Мы знаем, что там будет 0, а когда готовим переполнение, так и будем писать 0 на то место, где должна быть канарейка, выход из функции будет проходить нормально. Вторая история, можно ее прочитать просто откуда-нибудь. Она же где-то в программе существует, значит, ее можно прочитать. И если ее прочитать, то, опять же, мы можем записать нужное значение, подгадать, и переполнение проходит хорошо. Можем ее еще угадать. Я здесь не говорю даже про атаки на энтропию, но когда у вас в системе есть форк, то все, канарейка очевидно перелетает из одного адресного пространства в другое. В Касперский ОС мы, соответственно, делали много приседаний специально для того, чтобы канарейку нельзя было прочитать, нельзя было переписать. Спасибо нашим пентестерам за то, что вовремя находят наши баги. Так, канарейка на самом деле очень дешевая митигация по перформансу, а есть куда как более сложная митигация. Мне сказали, что трамплин это неправильное название, трамполайна. В общем, история, которая началась после молдауна и спектра. По-моему, это было еще до ковида и до всех, когда нам еще казалось, что это страшно, что спектр или молдаун, мы просто не знали, что ковид еще на подходе. В тот момент у нас была история о том, что через спекулятивные атаки можно прочитать из юзерспейса кирнельные адреса. И в этот момент что придумали? В этот момент все в панике бегают и такое простое решение, давайте мы разделим. Мы кирнель уберем из адресного пространства процесса в отдельный процесс. И будет у нас маленький кусочек трамплин, на который мы будем прыгать, а потом переключаться в процесс ядра. Естественно, от этого у нас получается дикий совершенно перформанс даунгрейт. Не, понятно, что это было, вы видите, это 2018 год, это первая работа на эту тему. Конечно же, с тех пор все хорошо ускорили, но нельзя сказать, что KPTI это самая дешевая митигация и, конечно, он повышает security, однако снижает перформанс. Но нужен ли KPTI в Касперский ОС? А вот и нет. А почему? А потому что секретов у нас нет. Мы же говорили, что секретов-то нет. Чего можно прочитать с помощью KPTI? Ой, KPTI, с Meldawn или спектра. Содержимое максимум буферов, которые мы копируем из одного процесса, с другой. Но мы это делаем очень быстро, пока отработают эти митигации, которые какое-то время работают, уже секреты уйдут. При этом мы, конечно же, не брезгуем использовать всякие железные митигации. Ну, то есть все, что сделал процессор и с чем мы оказываемся одновременно и быстрее, и безопаснее, но грех не использовать. Когда есть такие классные митигации, как вот на Интеле это называется с MEP и с MAP, а на ARMY, PXN и PAN, конечно, мы делаем это. КОД, лежащий на юзерспейсных страницах или не может читать и писать КОД, находящийся на юзерспейсных страницах без специальных флагов. Очень модная, очень хорошая вещь. У кого еще нету, крайне рекомендую к включению. Но я обещала, что в конце после объективной части будет какая-то такая сверхчасть. Покажу маленький. У меня сегодня один слайд, время-то у нас заканчивается. Скоро у меня начнут прикидаться этими желтыми прекрасными квадратиками на поражение. Так вот, одна просто простая иллюстрация. Записать, а потом ее можно исполнить. Это идеальное место, чтобы расположить ваш payload. То есть, вы сможете там его сделать и работать с ним и прямо долго, и счастливо, и находить все уязвимости. И что тут получается с Linux? У Linux нет возможности просто в базовом виде запретить наличие таких страниц. Почему? В EDA у него есть проблема с BPF. Знаете BPF? Один человек знает только BPF, что ли? Два, три. Ну, что-то побольше уже. Berkeley Package Filtering. Он, соответственно, фактически маленькая виртуальная машина на псевдоассемблее, которая позволяет делать дополнительную фильтрацию. Используется для IP-таблс и всякого такого. Но, естественно, происходит модификация кода. То есть, сейчас BPF делает дополнительные тоже харденинги, чтобы не делать этих страниц, но это еще не везде, не всюду и не так распространено. Если же говорить про то, чтобы запрещать просто приложением выделять страницы, которые одновременно writable, executable, то у нас, у Linux пока что просто нет такой capabilities. И тут мы такие в Kaspers QS. В IDE запретить writable плюс executable страницы? Да легко, у нас же там драйверов нет, что нам стесняться. BPF нету. Запретили, даже никто не заметил. Приложением запретить было чуть сложнее, потому что, конечно же, есть приложение с JIT. Но мы просто запретили всем по дефолту, а через политики отдельным приложением можно написать, что они могут себе аллоцировать эти writable плюс executable страницы. В общем, вот такой вот мир дружбы-жвачка. Что хочется сказать в заключении. Безопасность — это базовый архитектурный требует наложить его на систему потом через дополнительные даже харденнинги. В общем, достаточно сложно, как мы видим на примере Linux. Микрокернл при этом харденнинг все-таки, на мой взгляд, нужно. Но при этом нужно каждый раз внимательно анализировать эти трейд-оффы. Ну, то есть, чтобы ваша безопасность не ухудшала вашу производительность. Вот. А также стройте модель угроз для своих операционных систем, понимаете, от чего вы защищаетесь и выбирайте. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Опять, опять вендор рассказывает, какой Linux говно, как много у него страшных уязвимостей, то ли дело в нашей закрытой системе, никто ничего не нашел. Мы откроемся, откроемся. Что с тобой стало, Анна? Ты новый бешков. Ужасно, ужасно. Здравствуйте. Анна, большое спасибо за такое ярко-интересное выступление. Я представляю группу Astra. И хочу сказать, что да, я тоже на самом деле фанат микроядра, когда-то участвовал в проекте Хурт и так далее. Но возникает вопрос, то, что вы сравниваете микроядро там с небольшим количеством строк относительно монолитного ядра, нет ли в этом какого-то лукавства? В случае безопасности, ведь получается, что вендор операционной системы ограничивается микроядром, там обеспечивает действительно фундаментальную безопасность, а все аспекты защиты, которые нужны для уже потребителя и, так сказать, участника информационной системы, перекладывается на конечного эксплуатирующего организацию и конечных разработчиков вот этой информационной системы. То есть, понятно, контролируя безопасность обмена внутри микроядра, вся безопасность ядер, которые, там каких-то функциональных компонентов, необходимых для работы операционной системы в целом вместе с прикладным полом, мы перекладываем на разработчиков вот этих драйверов и этих необходимых компонент, которые должны обеспечивать связность операционной системы. Ну, хорошее замечание, но то есть здесь, ну, чуть-чуть все-таки может быть здесь дополню, может быть это было неочевидно, да, но то есть разработчику драйвера плохо использовать CPI, независимо того, в Linux или в Kaspers QS, то есть надо использовать CPI, чтобы не было переполнения буфера, очевидный момент, очевидный, но если он сделает плохо в Linux, то он аффектит безопасность всей системы, а если он сделает плохо в Kaspers QS, то он аффектит безопасность своего драйвера, ну, просто за счет этой изоляции, поэтому мы не то, чтобы перекладываем здесь в этот момент ответственность, ни в коем случае, но мы минимизируем TCB, добавляем compartmentalization, то знаете, когда каждый compartment, например, в подводной лодке, одну штуку затопило, вся система осталась на плаву, ну, то есть мы добавляем именно это, а что на тему сравнивания микроядра с монолитом, ну, конечно, здесь получается не очень честно, мы изначально сделали хороший дизайн, от этого все хорошо пошло, но ведь нормально делай, нормально будет, это же слоган такой, кроме того, можно Андрея сказать как идеолога Касперский ОС, который изначально топил за микроядро, вот сказать ему, Андрей, система такая, как бы оказалась няшная, что ее сложно теперь даже сравнивать с линуксом, нечестно. Интересный поворот. Про Скорнев Артем, ну, тут Стас уже дал комментарий перед моим вопросом, очень удачный по поводу того, что безопасный линукс, он открытый, во все эти уязвимости, которые что рассказали, вы их рассказали только потому, что он как раз открытый, и по поводу безопасности, он, конечно, веб-сервере, там никто не придумывает Windows, например, использовать. И получается вопрос такой, вот вы говорите, рассказали достаточно подробно нам, убедительно, что, ну, мы не можем посмотреть, что у вас в Касперском, потому что у вас закрыто, и сравнить, действительно ли так, но предположим, это так, вы говорите про то, что линукс является настолько архитектурно неправильным, что даже наложенные средства защиты ваши, в том числе, не помогут. Зачем же вы производите антивирус Касперского для линукса тогда, если он все равно не поможет? Можно я отвечу, Ань, можно я на этот вопрос отвечу? Там, не знаю, в далеком 2002 году, когда мы впервые собрались, когда Каспер, Каспер собрал там небольшую группу и поручил заниматься то, что потом стало называться Касперский Ост, он сказал такую фразу, и помните, ребята, вы роете яму под наш бизнес. Ну, то есть, намекая на то, что если мы сделаем такую волшебную систему, которая не будет требовать антивируса, то наш антивирус, ну, соответственно, это, но, смотрите, на самом деле процессы в индустрии и в мире не происходят мгновенно. Я вас уверяю, для антивируса и для других останется еще достаточно много времени, чтобы адаптироваться к ситуации и перейти на правильные способы архитектурной защиты. Нет, про open source на самом деле понятно, что все мы разработчики просто спим и видим по поводу того, чтобы за open source и даже нельзя сказать, что вы полностью руководство против. Здесь просто история про то, что, ну, не знаю, сталкивались ли вы или нет, но стоимость, например, публичного API и приватного API она очень разная. Ну, то есть, как только у нас там некоторые вещи мы у себя дозреем внутрь, наверное, мы будем готовы к open source, потому что такие абсурдные... Будем готовы, Аня, точно будем. давно уже идут. Коллеги, еще один вопрос, можно... Коллеги, прошу, пожалуйста, очень... Очень кратко. Спасибо за доклад. Стандарт какой? Я стандарт не предлагала. Это не про стандарт сейчас было. Сейчас доклад не про стандарт. Нет, нет, нет. Прошу прощения, это не совсем про это. Да, да. Спасибо. Я увидел в докладе... Хорошо. Я увидел в докладе противоречия. Мне очень понравился конечный слайд, когда мы говорим о том, что надо выбирать средства защиты, которые закрывают определенные релевантные угрозы. При этом и к СЛР, и канарейка, и kernel page tailable isolation это вообще не ключевые вещи для защиты, в частности, ядра Linux. Потому что то, чего мы боимся, когда мы защищаем ядрой Linux, это от произвольного чтения записи памяти. Неважно, с перехватом потока управления или нет. Поэтому если вы хотите говорить о харденингах, говорите в первую очередь о ценных. Контроль потока исполнения вместо канарейки, CFI. Вот это по-взрослому. CFI 25 лет назад. КСЛР, это вот только против удаленного исполнения кода в ядре. Это не ключевая вещь. И все говорят, что в ядре Linux это неважная вещь. Говорите там, например, про подпись элементов памяти, там MTE, который аппаратное средство подписи указателей на определенные объекты. Это уже более значимые mitigation, которые помогают против конкретных атак. И поэтому я бы рекомендовал вам сделать прототип эксплойта для уязвимости какой-то в Касперске УС и посмотреть, как затруднить самому себе жизнь, чтобы прототип перестал работать. Потому что канарейка, КСЛР и page table isolation это вообще не о том. Если кто не понял, это инженер Касперского восстал против менеджера Касперского. Он не инженер Касперского, он рекрисерчер в позитиве. Все нормально, война обычная. Не-не-не. То есть доклад мне очень понравился, но mitigation не те. Смотри, на самом деле, ну то есть было очень ограниченное время доклада, мне дано 20 минут на доклад, плюс 5 минут это. Понимала, что нужно выбрать три митигации какие-то, да? Не те. Вот, я даже думала тебе написать, да, но я понимала, что там в Шанхае или где там ты уезжал, что у тебя плотное расписание. Аня, на будущее, на будущее, учти этот… Я в следующий раз тебя дерну, ладно, скажу, какие мне митигации лучше описать. Коллеги, прошу прощения, у нас очень мало времени осталось, поэтому я хочу перейти к следующему докладу, и на мой взгляд, он очень поднимает, докладчик поднимает очень интересную тему. Аня, спасибо. Это то самое. Аплодисменты. Спасибо.